Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все. Всем привет! С вами развлекательная программа «Наше все». Это канал Телемикс. И ее ведущие Виктория Сарада и Антонина Юн. Ну, это ты совсем забыла еще одного ведущего, который всегда вместе с нами. Андрюшка Казицкий, что ли? Да не Андрюшка Казицкий. Я имела в виду нашего хорошего друга строительной компании «Водострой». Жилой, нежилой, жилой, нежилой. Что загадала? Желание. Хочу квартиру в жилом комплексе со встроенными нежилыми помещениями. Да тут и гадать нечего. Жилой комплекс на Сергея Ушакова, 13, от компании «Водострой». «Водострой» – хороший знак строительного зодиака. А еще хорошие расположения и цена. Звони 24 0404. Проектная декларация в офисе компании на Первомайской, 37. Хорошая новость для тех, кто любит животных. В Южно-Камчатском заказнике пересчитали тюлени и их детеныши. И оказалось, популяция даже увеличилась. Ну, вот действительно очень хорошая новость. Да, но не она самая интересная. Особое внимание привлек необычно пухлый белек. Вот он на фото. Да. Ты знаешь, детям положено быть такими пухленькими. И это уже во взрослом возрасте мы начинаем следить за фигурой, и мы там становимся такими... А вот он нет. Утонченными. Нет, но ученые даже дали ему имя. Как зовут? Жрун. Жрун. Да это я по вечерам. Жрун. Жрун. Вот такое забавное имя у белька. Я думаю, многие точно сейчас заулыбались. А хорошим настроением горожан делимся в следующем видео. Дела у меня хорошие. Начал кататься на велике теперь больше, гулять. Как тебе вообще погодка? Погода хорошая. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я полицейским. А почему полицейским? Ну, у нас плава полицейский. Что в жизни вообще интересного происходит? Есть какие-то хобби, увлечения у вас? Чем занимаетесь по жизни? Не, ну, хобби, увлечения, как бы, ну, дом, работа, дети. Все в совокупности, друзья, прогулки. А можете что-нибудь пожелать жителям нашего города? Хорошего настроения, наверное, сегодня всем. Чтобы, ну, рабочий день удался. Чтобы радовались каждому дню. Были добрыми друг к другу. Прекрасно, что в нашей стране сейчас идет все хорошо. И очень прекрасно, что 9 мая мы будем смотреть новую технику. У меня отлично все. Чем вообще занимаешься по жизни? По жизни я учусь. На кого? На кинолога. А почему на кинолога? Чем привлекла вот эта профессия? Знаете, я врать не буду. Просто родители сказали, что вот надо учиться, там, образование, там, подобное. Я сам по себе вообще не нравится бизнесом заниматься. Я занимаюсь, там, боксом. Люблю кататься на скейтборде. Занимаемся вот еще, ну, спортом, скажем, отжимания, приседания, вот, с друзьями. И приглашаем там молодежь, чтобы они тоже занимались, не стеснялись. А когда? По вечерам, через день, каждый, ну, в течение недели, через день мы занимаемся вечером. Где-то часов 7-8 часов вечера. Подлинг – одна из лидирующих компаний на рынке услуг интернета и телевидения в Приморском крае. Жители Уссурийска уже на протяжении нескольких лет пользуются стабильным, высокоскоростным интернетом и современным интерактивным телевидением. Сегодня в нашей студии гости, да не простые гости, а сотрудники компании «Владлинг». Это Дарья Кушнарева и Инга Бугаева. Здравствуйте, я рада вас приветствовать. Пригласили мы вас не просто так, а для того, чтобы вы подробно рассказали об услугах компании, а также отличительных особенностях, может быть, и новой линейке тарифов, что больше всего меня интересует. Ну, начнем, давайте, с телевидения. Вот расскажите, пожалуйста, каковы отличительные особенности телевидения от «Владлинг»? Интерактивное телевидение компании «Владлинг» – это новый формат телевидения, что довольно-таки интересно для людей. То есть человек может просматривать, пользоваться управлением, да, не просто просматривать именно телеканалы, а пользоваться управлением прямым эфиром, воспользоваться архивом телепередач за 7 дней, поставить на паузу, перемотать назад. Да, также есть для абонентов кинотеатр «Пирс». Кинотеатр «Пирс» – это такой домашний кинотеатр, в который входит более 40 тысяч фильмов и сериалов, причем это постоянно пополняющаяся база фильмов. И также есть удобный поиск, то есть в поиске вы можете просмотреть по году выпуска по актеру, там распределить по тематикам. Можно составить свой топ. Можно составить свой топ, да, можно выбрать только, чтобы фильмы там в Full HD показывали. Это очень удобно, причем можно просматривать не только на телевизоре, но и на любом мобильном устройстве. То есть если под рукой есть планшет, можно скачать приложение «Пирс ТВ» и просматривать телевидение прямо на мобильном устройстве. Это очень удобно. «Пирс ТВ». Ну вот скажите, пожалуйста, а как можно себе подключить это интерактивное телевидение? Интерактивное телевидение входит во все тарифные планы, во все линейки тарифов, оно уже входит базовое. Вот, также можно подключить дополнительные пакеты каналов. Вот, это очень удобно, с учетом того, что на 14 дней сейчас есть специальное предложение. На 14 дней для всех абонентов пакеты доступны бесплатно. То есть, чтобы воспользоваться вот таким вот специальным предложением, по сути, нужно быть просто абонентом Владлинк. Да, то есть, ну, а стать абонентом Владлинка можно на Некрасова 78. Совершенно верно. Вот, хорошо. Ну, вот скажите, пожалуйста, медиа-центр, как его можно приобрести? И вообще вот у «Пирс ТВ», да, то есть, приложение, вот об этом поподробнее расскажите, мне вот заинтересовало. Само приложение, если мы берем приложение «Пирс ТВ», да, вы можете скачать себе на мобильное устройство. Все довольно-таки просто, открывается приложение. Давайте, да, покажем зрителю наше приложение, где можно просматривать как в прямом эфире, да, все телеканалы, так и воспользоваться архивом. То есть, не обязательно сидеть возле экрана своего телевизора, да, человек может просматривать любимую передачу, ходя по своей квартире. То есть, ну, телефон, он же телевизор, да, вот можно сказать? Совершенно верно. То есть, не только может телефон служить, да, просмотром, служить телевизором, но также любое устройство, поддерживающее интернет. Здесь тоже, да, можно поставить на паузу? Конечно, то есть, все те же услуги. Все те же самые услуги интерактивного телевидения. Также вы можете, повторюсь, что через медиа-центр компании «Гладлинк». Он устанавливается рядом с вашим телевизором, да, он как раз-таки открывает вам услуги, возможности не только просматривать в прямом эфире. Можно нажать также на паузу, отмотать на начало передачи, то есть управление прямым эфиром, воспользоваться архивом телепередач за 7 дней. Выйти в интернет при необходимости, так как не все наши телевизоры имеют данную возможность выхода в интернет, в YouTube, в браузер, тот же самый каталог «Пирс», да, где уже, повторюсь, более 40 тысяч фильмов просмотров разбитых по категории. То есть фильмы, сериалы, различные мультфильмы, да, для любой категории. Ну вот здесь вот, да, я смотрю, что тут, получается, именно каналы, телеканалы. Совершенно верно. И как вот ими управлять? Ну вот возьмем, давайте возьмем, откроем какой-нибудь телеканал, где наш… А тут можно в поиске найти телеканал? Нет, вы можете пролистать, да. Нужно прямо пролистать. Вы пролистаете, вы ищете определенный канал, то есть, да, даже если мы возьмем с вами основной какой-нибудь телеканал. Ну давайте, да, возьмем. Первый канал, то есть он у нас с вами прогружается, и мы его просматриваем. То есть вот он открывается, архив выбираем, да, либо, например, по сегодняшнему дню вернуться на некоторое время назад. То есть то, что было у нас там в 5 утра, да, там, либо в 9 утра. То есть вот что идет сейчас по телевизору, да, и тут уже мы можем… Мы можем посмотреть примерно, что будет через там 2 часа, да, либо вернуться на несколько часов назад. Хорошо, отлично, прям, да, действительно, настоящая машина времени. Машина времени с периодом 7 дней. Хорошо, скажите, пожалуйста, нужно еще какое-либо оборудование для того, чтобы быть, чтобы пользоваться максимально, использовать все возможности компании Владлинк? Чтобы максимально использовать все возможности, да, желательно, чтобы у абонента был Wi-Fi роутер, ну и для интерактивного телевидения. Это у нас, повторюсь, медиа-центр от компании Владлинк. Вот, ну, помимо того, что можно, наверное, в офисе, да, на Некраса 88 приобрести оборудование, можно еще как-то через личный кабинет это сделать? Конечно, оборудование вы можете приобрести через личный кабинет, зайдя, да, на сайт компании Владлинк. Также оборудование можно не просто за полную стоимость приобрести, а в рассрочку на выгодных условиях, либо в подарок с тарифным планом скоростной из новой тарифной сетки. Вот, кстати, о новой тарифной сетке. Вот давайте о ней поподробнее, что, вот, меня прям очень интересует она. Рассказывайте все, и даже больше, все, что знаете вы, и что доступно только вам. Что довольно-таки удобно, да, что при выходе новой тарифной сетки тарифные планы являются не акционными, то есть не с ограниченным сроком действия, они постоянные, и стоимость их не меняется. То есть абонент выбирает для себя услуги, которые его больше всего интересуют, и уже будет уверен, что через год у него будет та же самая стоимость, что и при первоначальном подключении, что довольно-таки удобно. Все тарифные планы комплексные, они включают все услуги компании Владлинк, то есть человек не просто пользуется услугами интернет, он пользуется услугами кабельного и интерактивного телевидения. То есть вот вы сказали, что можно под себя, то есть как-то составить определенный список того, что ты именно хочешь видеть, да, есть определенные базы или как тарифы, которые предлагает компания, и я еще сам могу что-то добавить, дополнить? Да, вы можете выбрать себе скорость или определенные функции интерактивного телевидения, то есть управление эфиром или пирс, то есть вы сами комбинируете свой тарифный план в зависимости от ваших потребностей. Ага, ну хорошо, но главное, что нужно приобрести, да, Wi-Fi роутер, вот это главное, чтобы воспользоваться всеми услугами, нужно приобрести Wi-Fi роутер. Кстати, его можно приобрести в главном офисе, да, на Некрасово 78, часы работы с 9 до 18 без каких-либо перерывов на выходные и выходных дней, да, то есть работаем с 9 до 8, вот, вот, до 8, да, вечера? До 8, да, до 8, у меня просто информация, что до 18 часов, поэтому, ну, это очень, это еще лучше, друзья, после работы можно успеть. Ну, а еще можно все узнать по телефону 263 0. Круглосуточно, то есть если офис работает без выходных с 9 утра до 8 вечера, то именно контактный центр и группа техподдержки работает по номеру 2640 круглосуточно. Ну, даже 26400, так проще запомнить, нежели 26300, да, 26400. Хорошо, спасибо вам большое за такую познавательную, хорошую беседу, но, действительно, возможности компании очень большие, а главное, это все для людей, это радует. Некрасово 78, часы работы с 9 до 8 вечера без перерывов и выходных, ну, а телефон 26400. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Спасибо вам большое за приглашение. Всем привет, Антонина Юн, Виктория Сарадов в студии, и это программа «Наше все». Таня, а ты знала, что за всю жизнь женщина тратит почти 10 лет на макияж? Это что за цифра? Откуда она? Это 1 0 10 получается. Я даже не думала, что так много можно потратить времени. Ну, вот почему нельзя? Просто вот ты встала и красотка. А мне приходится... А мне приходится... Возможно, это заговор какой-то против меня, конечно. Ну, вообще, на самом деле, вот я интересуюсь, когда придумают экспресс-макияж, да, или вот, например, трафарет, так раз, так раз. А почему бы не... Не подавай плохих идей. Все-таки макияж должен быть индивидуальным для каждого. Ну, все равно, знаешь, даже трафарет можно нанести по-особому. Бак, не знаю, бак. Ну, вообще, на самом деле, если хотите индивидуальный макияж, то в помощь наша рубрика. Вот, и «Надежда. Правда». Всем привет! Сегодня пятница, а это значит в эфире рубрика «Преображение» и я ее ведущая «Надежда Прада». Весна, пора перемен. Вместе с ней меняемся и мы, наша рубрика «Преображение». Сегодня я сделаю не только макияж и прическу, но и... Ладно, не буду говорить, оставим интригу на самый конец. Сегодня у меня в гостях Вероника, молодая мама, а также начинающая бизнес-леди. Поэтому мы покажем вам, как выйти из декрета летящей походкой прямо в бизнес. Первый этап, как обычно, мы очищаем нашу кожу и подготавливаем ее под нанесение базы и тональной основы. Второй этап – это создание правильного и красивого тона кожи. Поэтому мы будем подбирать его по цвету, а также по его текстуре. Третий этап – это оформление бровей. Поскольку у нашей модели замечательные бровки, я их только приглажу гелем. Четвертый этап – это оформление наших глаз. Макияж будет сегодня поярче. Почему? Вы узнаете в конце передачи. Пятый этап – это скульптурирование. Но в нашем случае мы будем использовать только румяна, чтобы добиться эффекта здоровой, сияющей и свежей кожи. Заключительный этап – это оформление наших губ. Мы обязательно проведем контур и после этого заполним все пространство нашей яркой помадой. С макияжем мы закончили и переходим к оформлению наших волос. Сегодня я вам покажу один из вариантов деловых хвостов. Итак, все волосы я собираю в низкий хвост. Оставшиеся от уха до уха мы делаем небольшой начес и выкладываем вот в таком виде. Начес мы делаем на пудру. Для дополнительного объема у основания хвоста я делаю следующий прием. Смотрим внимательно. Берем хвост, разделяем его на две равные части, проворачиваем его. Я выхватываю остатки из-под него. Ну вот, наш деловой образ готов. Модель наша выглядит профессионально, при этом не теряя свою индивидуальность. Сегодня мы собрали образ в стиле смарт-кэжуал. Это расслабленный деловой стиль. Если ваша работа не подразумевает протокольный стиль, стиль смарт-кэжуал – именно то, что вам нужно. Ну что ж, друзья, напоминаем, сегодня 27 апреля, последняя пятница этого месяца. И в этот день свой профессиональный праздник отмечает кто? Антонина, знаешь? Вахтовики. Да, и король в Нидерландах. Ну, те, кто работает вахтовым методом, и король в Нидерландах. И все они вообще-то короли. Да, ночной вероны. А в нашем городе в этот день, в прошлом году, межрайонный фестиваль школьного КВН ударил по горожанам зарядом убойного юмора. На сцене 12 команд КВН, но только одна победила и вышла в краевой финал. Лауреатами третьей степени заслужили стильный, порядочный из 32-й школы. Вторыми жюри признала новонекольских девчонок, а победу и приз за лучшую шутку заработал Джуз из пограничного. Ну, а в 2016 в этот день открыли сезон скачек. Всадники и их скакуны открыли соревновательный сезон на Уссурийском манеже. Тогда прошли краевые соревнования. Спортсмены в паре с товарищами соперничали в конкурсе и выездке. То есть они демонстрировали послушание... В конкуре, в господи. В конкуре, конечно же, они и демонстрировали послушание лошади. Русская народная культура – это интересно и современно. Вот в 2014 году решили эту истину напомнить и провели концерт «Пасхальный денек» да на новый ладок. Собрались разные коллективы нашего города. В программу вошли народные казачьи эстрадные песни в современной обработке. Вот такой вот след оставил в нашем архиве этот день. Ну, а в следующем видео еще один урок, но он уже по биологии. Сегодня у нас речь пойдет о таких насекомых, которых ученые зовут примокрылыми. Это особый отряд, достаточно разнообразных по питанию, но сходных по строению представителей. Вы их видите сейчас вот на этом пенопласте. Кто туда входит? Из известных вам саранча, кузнечики, а также медведки и сверчки. На первый взгляд они похожи, кроме медведок, у которых лапы копательного типа, и мы их знаем, что они поедают клубни-картошки у нас. Также мы знаем о саранчовых, которые питаются зеленой массой и вредят сельскому хозяйству в том числе. О кузнечиках тоже слышали многие. Но как отличить саранчу от кузнечика, оказывается, очень просто по относительной длине усов. У саранчи, вот мы видим ее здесь, усики короткие, они намного короче тела. А у кузнечиков они длинные. Зачем такие длинные усы нужны ему? Он хищник. Он с помощью усов нащупывает жертву, потом схватывает и ест. А саранча питается исключительно растительной пищей. Еще одна деталь. Ну, сверчки у нас, вот они. Они живут иногда и дома, но, конечно, не такие крупные. Одна деталь, касающаяся окраски. При закрытых крыльях окраска животного кажется покровительственной. По цвету листьев, будь то сухие листья, зеленые вот такие, будь то серые листья, желтые. Когда же саранчевый взлетает, то яркими становятся задние крылья. Это называется вспыхивающая окраска. Нужна она им для двух целей. Первая – это привлечь особи противоположного пола. И вторая – испугать потенциального хищника. Вот сидит саранча, покровительственная окраска, хищник не видит. Но вдруг заметил, и саранча взлетает, и вот эта вспышка яркого цвета может отпугнуть хищника, и он побоится нападать. Ну что ж, друзья, подошла к концу наша программа. Не забывайте участвовать в наших конкурсах и получать призы и подарочки. А еще присоединяйтесь в Инстаграм. Собака наше все на нижнее подчеркивание ТМ. Там очень много интересного. Впереди нас ждут большие выходные. Проведите их с огромной-огромной-огромной пользой. Сегодня с вами были Антонина Юн, Виктория Сарада и программа «Наше все». Друзья, не прощаемся, увидимся. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается. Это наше все. Субтитры подогнал «Симон»